Не разбежались все, да? Поставлю на запись. Сегодня тема у нас эффективный рекрутинг. Меня зовут Осипова Татьяна, я старший менеджер 22%. Сегодня расскажу вам, как рекрутирую. Лично я приведу конкретные примеры, как я это делаю. В процессе можете задавать вопросы. Итак, поехали. Все мы помним про наши три золотых правила, третье – это пользуемся продукцией, второе – приглашаем людей, и третье – посещаем обучение. Вот сегодня мы поговорим как раз-таки про второе правило, про приглашение людей. Рекрутирование, приглашение людей в свою команду, тут выделяют несколько способов. Мы их называем. Первое – это теплый рынок, личный бренд и холодный рынок. Теплый рынок – это те, кого мы знаем, наши знакомые, которых мы когда-либо хотя бы один раз в жизни видели. Здесь мы работаем со списком знакомых. Личный бренд – тоже расскажу, что это такое. Это ваша страничка в социальных сетях, то есть именно ваш имидж, бренд. И третий – это холодный рынок, то есть это все остальные люди, незнакомые вам. Здесь мы работаем в социальных сетях, на досках объявлений и так далее. Сегодня все три вот этих вот вида я освещу, как это делаю я. Для начала подготовка. Подготовка перед рекрутированием очень важна. То есть изначально у вас должен быть правильный, позитивный настрой, потому что все это передается на подсознательном уровне. Если у вас там вас кто-то что-то расстроил, у вас какой-то разозлил, возможно, вы интуитивно передаете это состояние своему кандидату. Поэтому если у вас плохое настроение, не нужно идти на рекрутинг. Но это не означает, что у вас всегда должно быть плохое настроение, и вы не идете на рекрутинг поэтому постоянно. Учитесь поднимать себе настроение. Практикуйте такую штуку каждое утро, как просыпаетесь, встаньте перед зеркалом, пять минут себе улыбайтесь. Очень круто работает. Второе – это уверенность. То есть у вас должна быть уверенность, в частности, уверенность в бизнес, в индустрию, в компанию, в продукт. То есть вы должны быть уверены в том, что это действительно классный бизнес, и вы предлагаете не какую-то ерунду, в которую вы еще сами сомневаетесь, возможно, непонятно, куда зовете и так далее. Вы должны быть уверены, что вы зовете человека в хорошую компанию, на хороший бизнес. Вот как раз таки третье – вы помогаете. Вы людей не просто, некоторые говорят, вот я не люблю, ну это же нужно уговаривать, это нужно всех там вбербовать, тащить, манить, заманивать. Боже упасите, никого тащить, манить не надо. Вы должны дать себе установку, что вы людям помогаете. Вы узнали о возможности изменить свою жизнь к лучшему, и сейчас вы этой возможностью делитесь. Там уже сами будут принимать решения, хотят они эту возможность использовать или нет. А также вы должны уметь правильно работать с возражениями. Это тема отдельного вебинара. У нас вообще в бизнесе есть стандартно 26-30 возражений. Если вы будете знать ответы на каждое из них, то поток людей в вашу команду увеличится. Ну и, конечно же, сильное желание. Это как раз таки то, о чем говорил сейчас Дмитрий. Вы должны понимать, ради чего вы здесь, ради чего вы сейчас рекрутируете, ради чего вы приглашаете людей. Потому что без сильного желания не будет результата. Вы 5 человек пригласите, они вам скажут нет, и все. На этом ваш бизнес остановится. Чтобы этого не было, найдите причину, ради чего вы будете это делать. Итак, рекрутирование по теплому рынку. Начинается все со списка знакомых. То есть первое задание, которое даем, это как раз таки составить список знакомых не менее 100 человек. Почему важно не менее 100 человек? Смотрите, ребят, если вы составите список, например, из 20 человек, когда вы пригласите первых 10, и они вам откажут, вы посмотрите и скажете, блин, мне половина отказала. И ваш мозг будет работать на то, что вам половина ваших знакомых уже отказала. Если у вас будет список из 100 человек, и вам 10 человек из них откажут, вы посмотрите, у вас впереди еще 90 человек. Поле неплохо, но. И мозг будет работать на то, что еще очень много людей, которые не знают, еще очень много работы. Поэтому составляйте список как можно больше. У меня вот список, я писала на бумаге, но мне комфортнее именно в Google таблице. Я прописываю, здесь у меня есть возможность в любой момент, с любого гаджета, где я нахожусь, на улице или где я увидела, вспомнила человека, сразу же захожу и добавляю его в определенный раздел. То есть я выделила разделы, например, родственники, подруги, коллеги, одноклассники, одногруппники. Причем одноклассники – это не только те, с кем я училась в одном классе. Это вообще за всю историю моего обучения в школе. Разные классы были, параллельные классы. Класс старше, класс младше. Только одних знакомых по школе можно 100 человек не собирать. Потому что в каждом классе человек по 20, и, пожалуйста, 5 классов, и все, уже 100 человек. Это могут быть родители детей в детском саду, в школе. Это могут быть соседи, с кем вы сами ходили в детский сад. В общем, когда я составила список именно вот так вот, ранжируя, у меня получилось человек 200-300. Обязательно выделяйте колонку с контактами, я тут просто не искрила, с контактами, где у вас прописано, номер телефона, либо страничка в социальной сети, либо еще что-то. И обязательно примечание, где вы будете отмечать, когда вы пригласили, какого числа, какую дату вы пообщались с этим человеком, какой итог. Потому что теплый рынок, вы будете возвращаться к нему постоянно, периодически. И чтобы вы можете просто забыть, о чем вы с человеком разговаривали. Вы заходите в эту таблицу, либо там где-то в тетрадке, где прописывается, и вы видите, о чем вы говорили, и что человек вам ответил. Бывает там, что некоторые, вот мне сейчас некогда, давай там через 3-4 месяца будет нормально, я там подосвобожусь, я там сессию закрою и так далее. Пожалуйста, просто, да, зашли, посмотрели и все. В общем, начинается все со списка знакомых. Смотрите, прямые звонки, да, напрямую звоним знакомым, с кем часто бываете на связи. То есть, с кем вы периодически созваниваетесь, в этих случаях вы можете прям напрямую уже звонить. Понятное дело, если вы с человеком 5 лет не общались, и вы ему вдруг так ни с того ни с сего звоните, он крайне удивится. Также, да, далее, если вы новичок, да, только вот недавно пришли, и сами еще не рассказываете о бизнесе, ваша задача как можно быстрее этому научиться. Для этого нужно посмотреть не менее 10 полных презентаций бизнеса различных лидеров, да, составить план своей мини-презентации, но у нас есть обучающий модуль, где у нас уже есть готовый скрипт собеседования, да, прорепетировать со спонсором или перед зеркалом и начинать звонить. Начинаем, рекомендую начинать с тех, кто, по вашему мнению, однозначно не согласится. Либо люди из разряда ленивых, которые вы знаете, что, ну вот, сидит человек дома, вроде бы никаких у него обязанностей нет, на работу не ходит, детей нету, но вот он никуда не двигается, вот ему вот комфортно лежать на диване. Вот с таких людей начните, порепетируйте на них, как говорю я, да, набейте руку, набейте язык, чтобы потом уже идти к своим, так скажем, потенциальным партнерам, да, которых вы увидите в качестве, там, директоров будущих, ваших ключевых партнеров, чтобы на них не репетировать, не экспериментировать. А далее, да, что звоним, говорим, что есть одно предложение и предлагаем созвониться позже, да, то есть тоже такой вариант есть. Например, когда вы еще сами не проводите, да, собеседование, где-то вы там на работе или куда-нибудь идете, взяли быстренько, позвонили, сказали там, Маш, привет, слушай, ты чем сегодня вечером занимаешься? У меня, короче, есть тебе один такой интересный, серьезный разговор, да, пять часов тебе удобно будет? Будешь дома? А что, а что там такое? Блин, я сейчас тороплюсь, да, вот сейчас я там на работе особо говорить не могу, давай, в общем, вечером тебя наберу и расскажу. Ну, все, хорошо. Человек заинтригован, он даже не понимает, что вы ему хотите такое рассказать, он будет ждать вашего звонка, да, а далее вы уже со спонсором созваниваетесь и по конференц-связи проводите собеседование. Смотрите, задача вот этих вот прямых звонков, задача собеседования, не рассказать все о бизнесе, а только забросить удочку, вызвать интерес и пригласить, так скажем, на оффлайн-встречу, либо завести на вебинар, либо скинуть запись презентации, да, запись вебинара. То есть не пытайтесь в этом собеседовании рассказать про все абсолютно, что вы знаете. максимум, 7-10 минут, да, может быть, вот у меня сейчас там минут 7 где-то укладывается рассказать, да, потому что основную суть, да, чем мы занимаемся, в чем смысл, и назвать компанию. Интересно? Интересно, здорово, да, далее подробности скидываем, неинтересно, ну, рекомендацию, да, или переводим на продукт. Далее, значит, переписки, в каких случаях ведем переписки? Пишем знакомым, с кем редко общаетесь или давно не звонили, вот как я и сказала, да, если вы 5 лет с человеком не общались, и вдруг ему тут раз, и звоните по телефону, он удивится. Лучше для начала написать, да, или, например, нет у вас номера телефона, или, не знаю, там, поменяли телефон, не можете найти номер, там, пишите, слушай, привет, потеряла твой номер, скинь, давно что-то с тобой не общались, давай поболтаем, и здесь порочит тебе разговор, либо еще что-нибудь такое, да, а далее, смотрите, прежде чем написать, да, изучаем страничку знакомого, ну, есть мы с вами ищем причину написать этому человеку, ставим лайки, комментарии, да, не пишем сразу про бизнес, не надо, утеплитесь, да, начните диалог, задавайте вопросы, но главное, помните, никаких шаблонов, теплый рынок не терпит шаблонов, если вы всю жизнь общались с человеком, там, здорово, Маха, как твои дела, там, да, как житуха, а тут вы будете писать, здравствуй, Маша, да, как твоя жизнь, как дети, как семья, все, они там, это что вообще, это что за человек, где там Танюха моя, вот, как общались, так и общайтесь, не надо что-то придумывать, чем проще, тем лучше, у меня тоже были такие, такие ошибки, я там сразу писала, привет, тебе тема дополнительного заработка, интересно, мне просто не отвечали, мне говорили, тебя что там взломали, Таня, это ты, вот, поэтому не надо этого делать, послушайте меня, как общались, так и общайтесь, чем проще, тем лучше, предложите созвониться, поболтать, да, как я вот, например, тоже, переписываемся, переписываемся, я говорю, слушай, что мы с тобой пишем, все, давай созвонимся, да поболтаем, все, да, конечно, все, давай, вечерком набери, и все, и разговаривайте, в разговоре в этом, там, можете, можете даже сразу предложение не делать, да, если вы только на начальном этапе, пообщайтесь с человеком, напомните о себе, выявите потребности, а в следующий раз, там, через день, через два, там, скажешь, ой, слушай, блин, с тобой разговаривали, да, что-то я тебе и забыла рассказать, вот, то-то, 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 да, тема к тебе есть, у тебя же там все равно, тебе там работа не нравится, ты вроде как хотела уходить, да, то есть, ну, ищите, учитесь, да, ищите повод, повод созвониться, да, говорим про интересное предложение, абсолютно закрытая информация, то есть, когда ведем переписки, не говорим там, слушай, есть вообще, я там развиваю интернет-магазин, пошли ко мне, мне нужны партнеры, там, и так далее, особенно, если вы начинаете, если вы начинаете, не пишите ни про команду, ни про работу, ни, дай бог, про бизнес в интернете, когда вы там, я не знаю, может быть, неделю или год назад вместе в клубе тусили, да, последний раз вас запомнили так, а то вдруг бизнес предлагается, угу, смотрите, если человек мало знакомый, ну, которого вы, может быть, раз видели, да, в жизни, ну, или, может, пару раз пересекались, то в этом случае я рекомендую писать сразу по делу, то есть, не вот вести вот эти вот диалоги, слушай, а как у тебя дела, да вы в принципе этого человека никогда не интересовались, может быть, на улице даже нездоровались, да, последнее время, а тут вы спрашиваете, как дела, он сразу понимает, что что-то вы от него хотите, пишите сразу по делу, я примеры тоже приведу, да, но тоже закрытая информация, и здесь задача переписки, вывести собеседника на телефонный разговор, не пытайтесь в переписках дать информацию, выводите на телефонный разговор, голосом всегда легче работать, вы слышите интонацию, вы слышите настрой собеседника, вы даже в последующем можете понять, а стоит ли сейчас делать предложение этому человеку, если возможно он негативно как-то настроен, чем-то расстроен и так далее, то есть вы это потом, в дальнейшем этому научитесь, и какой же повод написать, да, например, знакомым, давно не виделись, отличный повод, тоже пример переписки приведу, фотографии, например, выложили фотографии, прокомментировали, да, либо вы выложили фотографию, вам поставили лайк, комментарии, вы пишите в личку, там, спасибо за лайки, там, комментарии, вы как там, чем занимаетесь, как живете, поздравления с праздниками, благо у нас этих праздников навалом, каждый месяц какой-то повод есть, общие знакомые, например, слушай, ты вот не знаешь, там, Машка, такая-то, такая-то, да, там, она случайно не в Питере, там, да, либо еще где-нибудь, ну, в общем, найти общих знакомых, консультация по вопросам, связанных с работой знакомого, если это, например, мастер ногтевого сервиса, да, спросите, слушай, там, вот хочу маникюр сделать, как у тебя там, не знаю, с записью, да, или там, например, парикмахер или стилист, какой-то, задать вопрос, да, посоветоваться, ну, и там, встреча одноклассников, одногруппников, да, когда собираетесь там, или просто написать, слушай, что-то вот задумалась, да, сидела, блин, семь лет прошло, со дня выпуска в школе, блин, всех нас куда-то разбросало, ты не знаешь, там, ты с кем-нибудь вообще списываешься, нет, кто как наши живут, да, то есть это тоже, в принципе, поводов на самом деле очень много, я привела только несколько таких, да, самых распространенных, ну, и образцы, да, вот как раз пример того, когда с человеком давно, давно не виделось, Женя, привет, как жизнь молодая, ты где сейчас, я вот реально не знаю просто, где человек находится, Таня, привет, все отлично, в Ильинске живу, как ты, я, а я почему-то думала, что ты в коряжме, я отлично в урдоме, а ты давно там живешь, и как туда занесло-то, да, на четвертый год, замуж вышла и переехала, а раньше в коряжме жила, я говорю, а муж сам с Ильинска, да, да, и хрен отсюда там выкуришь, ну, в общем, посмеялись туда, я тут заговорили по общей теме, там по телевизору показывали, что у них там какой-то детский комплекс построили, я говорю, вам хорошо, у нас тут даже парка нет и так далее, да, ну, и тут, значит, спрашиваю, да, она тут, значит, мне говорит, ты чем занимаешься, все куда-то ездишь, то есть я понимаю, что человек смотрит за моим личным брендом, да, то есть она уже, ты чем занимаешься, все куда-то ездишь, я пишу, ну, там, значит, вам везет, я пишу, я бизнес его развиваю, ну, езжу на различные мероприятия, не без этого, ты сама-то чем занимаешься, то есть я не делаю ей сразу предложение, я перевожу, да, она меня спросила, я ответила и спрашиваю ее, то есть я как бы от этой темы немножко отхожу, а в Урдаме, а, ну да, там что, в Урдаме-то вообще у нас вот много чего для детей и так далее, Полинка ходит в школу, там на каком-то инструменте она играет и пишет, я пока дома, в среду в сад пойдем, учиться пойду, петь на дошкольного работника, заняться там нечем, все, то есть я понимаю, что человеку заняться нечем, она сидит там, за мужем пошла, да, куда-то собирается сейчас поступать на обучение, да, я пишу, воспитателем хочешь? Я говорю, у меня, кстати, мама тоже в садике работает у нас, ну, не так, чтобы хочу, но попробую, то есть я понимаю, что ей просто нужно куда-то выходить на работу, да, а вариантов-то немного, вот, ну, тут она меня спрашивает про брата и так далее, а я, значит, пишу, нет, все, никак брат не женился, не соберется, я пишу, слушай, давай ко мне, мне сейчас как раз партнеры нужны, тем более знакомые люди, проще будет она, ты хоть расскажи, в чем смысл, и тут я, да, конечно, все расскажу, только не в переписках же, давай завтра созвонимся и пообщаемся, Женя, она что-то все глючит, да, да, давай лучше в среду, все, то есть был повод, написать человека давно не видела, завязался диалог, в котором мы выявились потребностям, а также, да, вот, например, привет, красотка, сколько лет, сколько зим, как ты, где ты, давай рассказывай, пишет, приветик, приветик, я в Питере живу уже много лет, я сейчас на работе, чуть позже все напишу и расскажу, я говорю, хорошо, жду, вот, она мне говорит, обязательно разбавляйтесь смайликами, да, то есть, ну, вот, в принципе, как общались, да, как вас человек знает, с какой стороны, так и общаетесь, она пишет, ну, вот, перерыв у меня, работаю в ресторане, поваром, скоро буду на шефа защищаться, а так, в принципе, все, как у всех, дом работа, у тебя уже совсем большая малышка, такая, принцесса, говорю, да, пять с половиной лет уже, молодец, вы с Юркой живете, ну, то есть, там, с мужем, ну, тут, значит, мы с ней пообщались, да, да, мы тут, значит, ну, я ей задала вопрос, там уже, такие, ну, личная, да, переписка, и я потом ей пишу, слушай, сейчас времени не особо есть, да, давай вечерком созвонимся, да поболкаем, ты до скольки работаешь? Она, я до шести, хорошо, тогда до вечера, то есть, это вот как раз, о чем я говорила, начните разговор, да, и предложите потом просто созвониться, поболтать, вот, все, мы потом созвонились, а повод, день рождения, например, да, тоже с девочкой лично, ну, не знакома, чисто визуально, добавила ее в друзья, и тут у нее день рождения было, я пишу, но также поздравляю с днем рождения, пусть каждый день будет наполнен только теплом, любовью и заботой, она пишет, спасибо большое, да, здесь важно, какое-нибудь оригинальное поздравление написать, какое-нибудь интересное, не просто с днем рождения, то есть, в этом случае я заметила, да, просто ответить, спасибо, да, тут как-то вот и смайлики какие-то, само, когда оригинально поздравляют, прям аж, очень приятно, да, я тут ее спрашиваю, Наташ, ты сейчас в декрете или уже в садик пошли, мы второй год уже входим в сад, только сейчас болеем, я говорю, да ладно, а сколько вам уже, 22,7, все-таки чужие дети быстро растут, а ты работаешь где или нет, сначала у Бадина работала, сейчас в Берку решала, я говорю, предложение к тебе есть интересное, а, у меня предложение к тебе есть интересное, напиши, я говорю, давай лучше созвонимся, а то писать долго, вот мой номер, или напиши свой, позвоню, она говорит, давай тогда завтра, я сегодня прибираю, я говорю, хорошо, ты позвонишь или мне набрать, напишемся завтра, это косметика, я пишу, окей, завтра все расскажу, на вопрос я не отвечаю, все, завтра все расскажу, созвонились девочкой, еще такой вот вариант, здесь, а, здесь вообще, с человеком знакомы чисто визуально, как я и говорила, я сама живу в небольшом населенном пункте, у нас 4000 человек населения, мы в принципе всех визуально друг друга знаем, да, это можно сказать, весь большой теплый рынок, список знакомых, и поэтому пишу, да, Диана, привет, я к тебе поделал, то есть, вот опять о чем я говорила, да, если человеку мало знакомы, не нужно с ним тут пробовать утепляться, зачем, он сразу поймет, что некоторые потом уже начинают, ты что-то хотела, потому что они не понимают, с чего вдруг им написали, я к тебе поделал, ты сейчас где работаешь, она, привет, утрите по, а что я говорю, хотела тебе одно дело предложить, она, какое, и я ей вкратце тут 20 секунд, рассказывай, да, чем, в принципе, занимаясь, интересно было бы тебе такое направление, она пишет, это продажи, я опять ей голосом отговариваю, что нет, это не продажи, ты вообще открыта к новым перспективам, как ты вообще относишься к новым возможностям, она отвечает, я очень хорошо отношусь к новшествам, можно попробовать, я говорю, все, давай завтра вечерком там созвонимся, все подробно расскажу, ты во сколько сможешь, все, тоже девочка созвонились, далее, тоже пишу, Таня, привет, я к тебе поделал, ты в страймаркете работаешь, ну, вот, знаю девочку, она работала в каком-то магазине, да, она пишет, Танюша, привет, я там не работаю уже два года, слава богу, пока работаю в пятерочке, я говорю, да, давно я там не была, да, то есть, ну, юмора добавляю, что два года она уже не работает, а я даже не заметила, я говорю, слушай, я хочу тебе предложение сделать по сотрудничеству, ты как вообще, открыта для новых возможностей она, вот время ей идти, его летит, что за сотрудничество, я говорю, давай позвоню, расскажу, вопросы хоть задать сможешь, ты сегодня работаешь или выходная она, выходная, звони, конечно, все, созвонилась, еще один вариант, даже вот здесь вот я прям сразу пишу, Аня, привет, лично с тобой не знакомы, чисто визуально, я к тебе по делу, ты сейчас работаешь или в декрете, привет, только вышла с декрета с 4 сентября, а что за дело, если не секрет, давай созвонимся, я все расскажу, а то писать долго, заинтересует, здорово, нет, просто будешь знать, что да как, окей, давай после 15 я на работу буду, все, элементарно, да, главное не бояться, сделать человеку предложение, ну, написали, написали, да, да, нет, нет, тоже вот здесь, да, вариант, когда вот вы человека, конечно, все просто, не нужно ничего усложнять, я тоже поначалу усложняла, какие-то такие тексты писала, там, боже упаси, сейчас смотрю, умиляюсь, вот, тоже смотрите, пишу, да, наташа, привет, я к тебе по делу, ты сейчас чем вообще занимаешься, она, привет, если работу в интернете предлагаешь, то мне Оксана уже предлагала, мне неинтересно, спасибо, я уточняю, Оксана, это та, которая, да, я говорю, все понятно, но если вдруг когда-нибудь надумаешь, смело обращайся, все, да, в принципе, могла отойти, но мне реально, я хочу, как бы, оставить открытую дверь, да, и я дальше просто спрашиваю, а ты сейчас где вообще, в Уфе, я смотрю, у нее в статусе Уфа, хотя сама она сурдамы, то есть, дальше мы начинаем, вот, такой вариант лучше всего, когда вы вначале обращаетесь по делу, если человека не заинтересовало, вы можете дальше разговаривать на отмеченную тему, то есть, человек понимает, что даже несмотря на то, что он сказал нет, вы с ним беседуете, что вы уже от него ничего, в принципе, не хотите, вы просто интересуетесь, как у него жизнь, это намного круче, если вы сразу начинаете там все выяснять, а потом, слушай, я к тебе по делу, ага, вот, в общем, понятно, короче, нифига тебе не было интересно, ты лишь бы только вот мне что-то предложить, вот, и она пишет, хорошо, да, Буфе, я говорю, здорово, как ты там оказалась, там уж оттуда, она говорит, да, я говорю, у меня там много, кстати, партнеров есть, Наташа, а как туда проще вообще добираться, просто смотрела, все с пересадками она, прямого поезда нет, только с очень долгими пересадками, это когда я собиралась тут на встречу, планировала приехать по весне, по-моему, в Big Boss Party, да, и я искала маршруты, не нашла ничего, вообще, такого, самое оптимальное, это прямо на машине ехать, 18 часов, вот, значит, она пишет, я говорю, вот-вот, слышала, с Иктывкара ходит автобус, не знаешь точно она, этого не знаю, знаю, что через Киров можно, с Кирова можно сесть на маршрутное такси, так быстрее, чем на поезде, через Нижний Новгород можно, ну, в общем, там несколько вариантов мне накидала, я говорю, да уж, страна большая, не знаешь, как и добраться, вот, я ее дальше потом спрашиваю, ты сейчас работаешь, ты работаешь или в декрете она? Не работаю, просто дома сижу с детьми, я пишу, а сколько у тебя деток, и тут смотрите, она сама задает, что вообще за работа в интернете, то есть дальше начинаете, ведете переписку, да, просто, ну, общаетесь с человеком, и тут он уже совсем по-другому, да, она уже дальше спрашивает, а что вообще за работа в интернете, да, то есть здесь я упомянула, что у меня партнеров в Уфе есть, да, там, добраться не знаю как и так далее, она пишет, четыре сына, я такая, обалдеть, да, я говорю, какая ты молодец, я за вторым-то собраться не могу, срочно еще помощница нужна, вот, ну, значит, в общем, пообщались, да, и потом вот я ей говорю, на ее предложение, давай созвонимся, и все расскажу, может заинтересует, если нет, просто будешь знать, что да как, она говорит, ладно, я подумаю, если что, напишу, созвонимся, все, то есть я человек, двери открыты, то есть в любой момент она понимает, что она может ко мне обратиться, и я знаю, что я могу ей снова написать, да, даже просто элементарно завести диалог, я с этим человеком утеплилась, и еще такой, да, ну, тут такие тоже интересные, ну, вот, просто пишу, привет, пошли ко мне в команду, привет, подробнее, я говорю, давайте, я тут смайл, да, такого семьющика, давай я тебе завтра наберу, расскажу, отописать долго, может заинтересует, а нет, будешь хотя бы знать, чем занимаюсь, может потом когда-нибудь и надумаешь, это не косметика, я пишу, да, смотрите, как я обошла, в смысле, это интернет-магазин, ассортимент широкий, ну, ладно, расскажешь потом, окей, когда удобнее позвонить, до обеда или после, после шести, я же на работе, говорю, а, точно, окей, номер пиши, все, да, также, повторно, на второй, на третий раз зову, вот этого девочку я звала на третий раз, да, пишу, например, Настюш, привет, я к тебе по делу, хочу тебя все-таки сотрудничество предложить, свои люди нужны, Натанюша, привет, да вроде все хорошо, завтра первый день на работу, иду после декрета, и такой грустный смайл, да, как быстро пролетело время, ты сама как поживаешь, расскажи, что за дело, хотя я ей даже в переписках выше это рассказывала, вот, и она это, я пишу, давай позвоню, у тебя какой номер, все, созвонились, девочка зарегистрировалась, да, вот, то есть это моя одногруппница, тоже, да, девочку один раз, ну, пару раз звала, да, и тут снова вот я ей пишу, Катя, привет, она, привет, Таня, говорю, Кать, я к тебе по делу, помощь твоя нужна, помнишь, спрашивала тебя, есть ли знакомые, кому деньги нужны, может, кто в декрете или работу ищет, может, порекомендуешь кого, ой, Таня, даже не знаю, ну, подумай, партнеры нужны, всему обучу, никакого обмана, то есть, да, ну, вот знаю, что я ее два раза звала, она категорически нет, я ее уже и спрашивала про знакомых, она мне тогда, ну, я подумаю, и снова еще раз, да, постоянно возвращаться к теплому рынку, важно, да, вот, что я только что сказала, к теплому рынку можно и нужно возвращаться несколько раз, минимум три, смотрите, вы можете два раза человеку предложить, ну, вы посеете зерно, да, а потом на третий раз, ну, я уже два раза его звала, да, я не буду, и все, а потом ему кто-нибудь с холодного рынка, да, незнакомый абсолютно человек напишет, или картинку какую-нибудь кинет, да, напишет, позовет, он согласится, потому что к этому моменту он созреет, не бойтесь вообще, пишите постоянно, да, потом уже чуть ли не с юмором, ну, когда ты ко мне наконец-то соберешься, да, сколько ты будешь наблюдать и так далее, да, также важно, ни за кого не принимаем решения, даем информацию всем, не думайте там, этот согласится, а это вроде хорошо устроено, о, это иди не хватает, а это там такая-то, такая-то, да, ой, это точно скажет, нет, вы не знаете, вы не знаете, где у людей жмет, вот он вроде бы кажется, обеспеченный человек, да, все его устраивает, все ему хватает, но вы не знаете, у него может быть есть какие-то трудности, которые, может ему не нравится эта работа, вы об этом не узнаете, если вы просто не дадите человеку информацию, пусть он сам уже решает, да, надо ему это или не надо, и вот, не позовете вы, позовут другие, не позовете вы, позовут другие, каждый, абсолютно каждый из присутствующих с этим сталкивался, хотя бы одного человека позвали раньше, чем вы, просто из-за того, что вы думали вначале, что не надо, может быть, что-то, какие-то тараканы были, может быть, стеснялись позвать, и получится, что там буквально за неделю, до того, как вы сделаете предложение, ему, его пригласили, он зарегистрировался, поэтому вас должно это пугать, что все у вас, ваш теплый рынок могут увезти, далее, да, второй, да, бывают и сами регистрируются, личный бренд, так, вот сейчас прочитаю, у меня так не получается, у меня на третьем вопросе все обрывается, здесь ваш настрой, помните, про что я говорила, настрой позитивный, уверенность у вас должна быть, вы даете людям возможность, если вы будете сидеть и рекрутировать, и думаете, мне это откажет, поверьте, откажет, даже игнорировать просто будет, личный бренд, важно развивать личный бренд с самого начала, вот это очень важно, как только вы пришли, да, в проект, зарегистрировались, начинайте развивать свой личный бренд, что такое личный бренд, это ваша страничка в соцсетях, обратите внимание, да, например, мастера ногтевого сервиса, они тоже развивают свой личный бренд, они выкладывают свои работы, и вот, если работа классная, если классный маникюр, вообще шикарный, большая вероятность того, что человек придет к этому мастеру, если там выложены ногти, где там, не знаю, кровавые ногти, там обрезаны, неаккуратный маникюр, но однозначно к такому специалисту я не пойду, точно так же у вас, если у вас на странице непонятно, что выкладывается, да, какие-то там мутные фотографии, какой-то фон непонятный, там дети грязные, чумазые, и вы предлагаете бизнес, ну, не пойдут к вам люди, учитесь развивать бренд, поэтому мы тоже обучаем, много массовой информации, смотрите, пока нет результата и не отработан теплый рынок в соцсети, не выкладывайте инфо о компании, бизнесе, работе в интернете, на начальном этапе просто начинайте показывать свою жизнь, некоторые боятся там сглаза, либо еще чего-то, да вам, блин, безденежья нужно бояться, да, а не сглаза, то есть, учитесь фотографироваться, я, например, я вообще не любила фотографироваться, не любила, я могу, могла фотографировать мужа, дочку, всех кого угодно, но сама нет, я помню, когда я первый раз свой ракурс выбирала, это было больше ста фотографий, когда я одну, чтобы сделать одну фотографию, представляете, у меня рука отсыхала, пока я не сделаю одну фотку, то мне там не нравится, тут не нравится, думаю, да боже мой, не фотомодель я, но я понимаю, что это надо, я понимаю, что это надо, это надо в первую очередь для моего бизнеса, и, как вот я и написала, полюбите камеру, выработайте привычку фотографироваться везде, куда идете, не обязательно там, да, все что-то с бизнесом, ну, гуляете вы с ребенком, пошли в кафе, сфотографируйтесь, сейчас перед Новым годом все там в этих, в универмагах, в магазинах, да, в бизнес-центрах, везде стоят там украшенные елки, ну, сфотографируйтесь вы, выложите, да, что вы где-то гуляете, вы где-то ходите, что у вас жизнь начала меняться, да, что у вас не было видно, а вдруг раз вы тут начинаете появляться, мелькать в ленте, у меня раньше на фотографии больше, наверное, трех лайков не было вообще, у меня, в принципе, сто друзей максимум было, вот, поэтому учитесь делать красивые фотографии, да, обрабатывать, писать посты, об этом тоже много информации на ютубе, да, уроки мобилографии, как правильно фотографировать, как выбирать цвет, свет и так далее, да, мы этому тоже, в принципе, обучаем, и помните, сначала вы работаете на зачетку, потом зачетка работает на вас, вот сейчас я вам приведу примеры, как ко мне пришли на личный бренд, а вначале вот покажу, как я изначально развивала личный бренд, когда я только пришла, у меня не было, ну, ничего у меня не было, да, я тут выкладывала фотографии команды, вот у нас в прошлом году девочки ездили на менеджерскую конференцию в Сочи, я выкладывала их фотографии, да, брала, копировала у кого-то там посты, выкладывала от себя, были планерки, я делала скриншоты, да, да, это я была год назад, не похоже, вот, то есть, светлая какая-то, да, тут, вот, были планерки, я делала скрины планерок, я выкладывала, да, писала, что вот, собрались с командой, с разных уголков страны, то есть у меня уже смотрят, ну, что там вообще такое происходит, где она, потом я вот выкладывала, да, сразу видно качество фотографии, половина там зеркала закрыта, непонятно, но я училась, мы, как говорится, мы делали как могли, да, то есть, вот элементарно, не знала, что написать, всем доброе утро, новый день, новые возможности, главное не упускать их, и все, и будет вам счастье, все, типа, пис, пожалуйста, ни хэштегов, ничего, да, я не знала, что это такое, я раньше заходила в соцсети, чтобы просто просерпить, посмотреть новости, как люди живут, да, фотографии, ну, максимум я выкладывала фотографии, там, своей дочки, вообще не комментировала, ничего не писала, никаких постов, никогда, да, да, вот, и, например, кто, вот такие вот картинки, да, кто хочет изменений, кто хочет измениться, то есть, ну, делали как только могли, смотрели, учились у наших спонсоров, заходили, да, и вот, что, в принципе, сейчас, да, ну, не совсем сейчас, ну, вот какие появились у меня просто, да, то есть, там, элементарно поехали куда-то отдыхать в город, зашли в кафе, пожалуйста, сфотографировалась, в Москве, да, ездили на, на мегафорум, на Красную площадь, сфотографировалась, да, вот, командой, просто какие-то фотографии, стала уже обрабатывать, вот, выложила там, книги купила, да, написала, обязательно посты, с девчонками перед банкетом, сфотографировалась, выложила, то есть, уже, мой теплый рынок смотрит, да, я вот вам говорила, все куда-то ездит, они наблюдают, пусть они не пишут, да, пусть, может, лайки не ставят, но я понимаю, что они наблюдают, они смотрят, и потом уже начинают писать. Очень много мне на первом этапе, просто меня игнорировали вообще, и даже элементарно не отвечали на банальный привет, но после эти люди сами начали мне писать. Вот, например, привет, ты чего, ты, а, это вот 30 декабря прошлого года, это я когда выложила пост с трудовой книжкой, в общем, где у меня подписан приказ об увольнении. Вот она, привет, ты что, свое дело открываешь? привет, да, я уже с августа бизнес свой в интернете развиваю, молодец, на работу брать будешь? Я говорю, а что хочешь? Почему бы и нет? Я говорю, ну, давай после праздников созвонимся или спишемся, до 31 декабря. Расскажу, возможно, тебя заинтересует возможность работать на себя, а не на кого-то. Окей, если сступающим Новым годом, мы вам. Тоже, например, опять, Оля, привет, как жизнь молодая, да, это, ну, вот я когда только пришла, это вот 25 августа 16 года, я пришла, по-моему, 15-го, 16 августа, да, то есть, ну, не прошло и в 10, 10 дней, наверное, только прошло, а я уже все рекрутировала. Привет, хорошо, как у тебя? Я, значит, тоже вот раньше, как писали? Да, тоже вроде ничего. Оля, я развиваю, да, вот это, с чего начинала, я говорю, не надо так делать. Я развиваю интернет-магазин, мне нужны люди, которые хотят иметь постоянно растущий доход и развиваться вместе со мной. Партнеров, одним словом. Может, у тебя есть знакомые, которым может быть интересно эта тема? Все, игнор. Мне человек просто даже не ответил, да, я вот сейчас читаю, это не мои слова вообще. Оля, привет, тут, значит, там про школу, про встречу одноклассников, она мне ответила, думаю, значит, она не исчезла. И тут, смотрите, пишет, привет, я так и не поняла, где ты работаешь. То есть, человек мне сам написал, да, значит, ну, мы с ней тут вели переписку, разговорились, и вот я там в школу пошли, да, куда тут приткнуться можно, подскажешь, на КС не берут, да и в магазинах все за свое место держатся. То есть, как выяснилось, девочка переехала из Питера к нам в урдому и сейчас в поисках работы. У нее просто поменялась жизненная ситуация. Все, человек сейчас в поиске, у нее сейчас жизнь изменилась, и она открыта к новым возможностям. Я пишу, у нас тут хреново с этим, ну, за лексикон извиняюсь, да, ну, как есть, как общались. Даже не знаю, слушай, давай со мной, я ищу себе партнеров. Да, да, я что-то вообще не понимаю, в чем суть твоей работы. Я говорю, давай как-нибудь на днях встретимся, пообщаемся, я расскажу, а там уже выбор за тобой. Окей, давай, скинь свой номер, а я тебе свой. Все, и девочка пришла на личный бренд. Ну, обратилась, да? Тоже вот такие еще есть. Таня, привет. Вот я девочку тоже звала несколько раз, она все никак не могла. И тут, по-моему, после мегафорума она мне пишет, Таня, привет, вот я и ушла в отпуск, и созрела, кажется, на бизнес, который ты предлагала, что нужно для регистрации. То есть, это о чем говорит? Те, кто вам вначале сказал, нет, это не значит никогда, они будут за вами наблюдать. Тут будет зависеть от вас, что вы будете показывать, что вы будете, не знаю, проецировать, да, вот эту вот свою жизнь, как, что у вас происходит. Если она будет у вас интересной, они будут за вами наблюдать и в конце концов к вам придут. Я говорю, давай созвонимся попозже, я тебя наберу. Окей, окей, так, да. Так, ну, тоже тут вот девочку просто написала, там у нас дети в одну группу ходят, ну, значит, просто тут разговариваем, болтаем, и она, Тань, я пишу, Тань, ты же в Радуге работаешь, хотела бы что-нибудь новое попробовать. И она, смотрите, да, пока в Радуге, но сейчас, продлевая свой медицинский сертификат, медицинская сестра, я пойду работать по своей профессии, наконец-то. Мне вот тоже было интересно, где работает Татьяна. То есть, человек заинтересовался, наблюдает. Далее тоже, вот, Юля несколько раз тоже девушку звала, вообще был просто игнох, ну, мне вообще ничего не отвечало, да. И пишет тут, Таня, привет, ты мне как-то писала, расскажи, чем занимаешься и как можно заработать, заработать, что за проект. Это как раз сообщение после поста, когда я выложила фотографии с открытия нашего проекта «Бизнес тайм». Чем занимаешься и насколько это увлекательно и интересно. Уже, привет, напиши номер, я тебе попозже позвоню и все расскажу. Еще такой вариант, когда я выложила пост о том, что путевки там, ну, возможно, поездка в Хорватию, да, и тут вот, я говорю, осталось, там, возьму пять человек с собой, торопитесь, и пишет «Таня, меня возьми в Хорватию». Девочка, которую я приглашала, она сказала «Нет, но я знаю, что у нее родной брат зарегистрирован». Вот, она мне пишет «Таня, меня возьми в Хорватию». Я тут смайл, она «Чего, шутка у тебя такая?» «У тебя брат еще зареган, Ворина?» «Да, ну, он там что-то не активен, прям как активен уже и так далее». В общем, ну, проговорили. Смысл в том, что люди наблюдают, люди наблюдают, поэтому развивайте. Ну, и вот напоследок, да, рекрутирование по холодному рынку. Что здесь? Ну, она, может быть, уже и вы его не мастер, я не знаю, но был он в Арифлейме. Вот, причем я предлагала ему, его жене, она отказалась, а потом через месяц я смотрю, что он сам зарегистрирован в Арифлейме. Вот, значит, рекрутирование по холодному. Что здесь? Много действий нужно. Создаем рабочие страницы, минимум 10. Сейчас очень много различных предложений, минимум 10 страниц нужно работать. Раскрутка страниц. Раскрутка страниц, да, то есть необходимо страницы раскрутить, далее проверить, чтобы страницы проверили модераторы, да, и потом уже приступать к рекрутингу, потому что очень, ну, большое количество бана, да. Как я лично, да, рекрутирую? Я рекрутирую по группам, то есть я отправляю, ну, да, раскидываю объявления по группам, и ко мне уже сами обращаются. Пробовала в личные сообщения, но у меня там статистика не радует. У меня идет вот это. Знаю, что у нас Лиля Князева работает личными сообщениями, у нее здорово идет, она в пятницу будет проводить как раз-таки тему рекрутинг до пяти, от пяти презентаций, собеседований в день именно этим способом, поэтому заходите, обязательно слушайте. Я лично по группам. Что я делаю? Я вначале набираю группы, да, создала, значит, страницу, там этот момент я упущу, да, как это можете посмотреть в интернете, в Ютубе, в нашей группе сообщества предпринимателей, как страницы все это раскручивать, рабочие, как это все делать. Мы будем сейчас отметаться. Значит, я добавляю группы, сто групп на каждую страницу я добавляю, просто захожу, например, в сообщество в группы, вбиваю там барахолка, да, название города, смотрю, в которых есть Испо, и далее, смотрите, выдает он список, да, например, результаты поиска 116. То есть я смотрю, чтобы это была именно открытая группа, не публичная страница, не какие-то бутики, да, то есть где можно, ну, в принципе, оставлять объявления. Также смотрю, чтобы не было там количества участников, например, там 50 миллионов, ну, 50 тысяч там, да, 100 тысяч, ну, там ваше объявление, ну, просто затверяется за секунду. Я беру такие средненькие. Вот, я даже беру, по-моему, от 600, да, от 600 человек в группе, я беру, и до 50 тысяч. По таким группам рассчитываю. Значит, набираю группы, далее, прежде чем, да, смотрю, выбрала группу, я в нее обязательно нужно вступить, потому что, если вы не вступите, ваше объявление просто удаляю. Прежде чем вступить, я просматриваю, что это за группа, да, то есть я пролистываю стену, если я вижу, что подобные объявления оставляются, да, значит, я тоже размещаю объявление. Если, например, я вижу, что нет подобных объявлений о работе, да, то уже это наводит мысль, что это чистят. Или вот такие, например, объява, работа в интернете, банятся на год. То есть, такие группы не вступают, да, ну, естественно, отбор нужно делать, поработать в этом плане тоже. Ну, и что я делаю? Я отправляю объявление, да, вот такого вот, да, вот такого плана. Требуется менеджер на удаленную работу возраста 25 лет, РЭФ, девушки, женщины, мамочки в декрете, зарплата через банк, все вопросы в ЛС, да, и смотрю еще в обсуждениях. Если есть, вот, например, бывает там, вот, да, готовый бизнес, ну, это я туда не размещаю, я вот размещаю в такие сообщения, да, где в вакансии, да, или там требуется и так далее. Я смотрю, чтобы последнее, например, сообщение было размещено не буквально там, не 2-3 минуты назад. То есть, я понимаю, что там, и если там десятки тысяч сообщений, то это постоянно, ну, это просто потеряется, нет смысла туда кидать, лишний траток времени. Но сейчас я больше вот работаю, чисто раскидываю на стену, в группу, и уже идут отклики. Какие отклики идут? Вот, да, например, а что за работа? Здравствуйте, вы ищите основной или дополнительный вид заработка, да? Ну, тут я, в принципе, естественно, я вначале захожу на страницу, смотрю, что это за человек, какая страница, да, есть ли там негатив и так далее. Здесь я уже выбираю, да, я даже не всем отвечаю. Она дополнительный, я говорю, как удобнее получить информацию по телефону или в голосовом сообщении? Голосовым, просто связь плохая. Ну, значит, голосовым я проговариваю, да, что я проговариваю? Я проговариваю скрипт мини-презентации, да, из модуля до момента, где я называю компанию. То есть я проговорила суть и говорю, интересно было бы такое направление. Вот, и она, значит, прослушалась, спрашивает, свои вложения тоже надо? Я говорю, нет, вложений не требуется. Ну, отлично, хотела бы попробовать. Я говорю, Кристина, давай тогда созвонимся, я тебе все подробно расскажу, что будем делать и с чего начинать будем. У тебя есть WhatsApp Viber не против Netena? Значит, ну, мы с ней созвонились и все, вот я ей потом скинула ссылку на свою основную страничку. Проговорили. Далее, тоже такой вот вариант. Здравствуйте, в чем заключается работа в интернете? Можете рассказать подробнее? Здравствуйте, Александра. Здесь тоже вот я такой момент всегда применяю, я обращаюсь по имени. Ну, это тоже какой-то психологический момент, да, то есть, ну, человек более открыт становится. Предлагаю созвониться, а то писать долго, так я вам все расскажу, вы сможете задать вопрос. Если заинтересует, здорово, нет, ничего страшного. То есть, я снимаю вот это напряжение, то есть, я человеку говорю дальше, да, это вас ни к чему не обязывает. То есть, прослушать информацию, это от него ничего не требует. Ну, заинтересует, да, нет, так нет. То есть, человек уже расслабляется, что его никто уговаривать не будет, там, манить никуда не будут и так далее. Вот, и пишу, вам как удобнее, вайбер, ватсап или телефон? Это тоже такой момент, выбор без выбора. То есть, я не спрашиваю, вы согласны или нет, я спрашиваю, как удобнее, вайбер, ватсап или телефон? А пишу, пока не могу говорить, горло болит, вы мне только скажите, с каким родом деятельности это связано. И тут я опять тоже отправляю презентацию. Да, да, нет, нет. То есть, бывает так, что не отвечают, но я как бы там уже не слежу за этим, я смотрю только, если есть ответы. А далее, такое, да, что за работа, можно поподробнее. То есть, я пишу, здравствуйте, как я могу к вам обращаться? Виктория. Виктория, предлагаю созвониться, а то писать долго, так я вам все расскажу, вы сможете задать вопросы. Вам как удобнее, вайбер, ватсап или телефон? А говорит, лучше тогда голосовые сообщения, разговаривать не очень удобно. Скажите, это Avon или Ariflame? То есть, я это проговорила, тоже, да, там сказала, да, это Ariflame, только если вы имеете в виду бегать с каталогами, там продукты продавать. Нет, так мы не работаем. В общем, она тут спросила, сразу спрошу, зарплата сразу или после открытия ИП? Тут я пишу, что доход начисляется сразу, но обналичить вы его сможете только после открытия ИП, так как мы работаем официально. Я поняла, спасибо за информацию, но мне доход нужен сразу. На руки, извините, за потраченное на меня время. я там отработала это возражение, а она не ответила. Ну, так нет. А далее, да, тоже, например, что продавать? Я отвечаю, ничего. Какой вопрос, такой ответ. Ваше объявление действительно, говорю, объявление действительно, работа не подразумевает продажу продукции. Можно подробнее, говорю, можно, напишите номер, я вас наберу и все расскажу. Все. То есть, как спрашиваю, так и отвечаю. Вот. И кому не отвечаю. Вот, да, например, непонятная аватарка, здравствуйте, что за работа? Я зашла на страничку, там один, там, не знаю, пять друзей, на стене пусто, но сразу видно, что фейк. Я не отвечаю, потому что у меня было пару таких опытов, что общаешься вроде с молодым человеком, потом выясняется, что-то девушка. Вот. Что повторить? А, как спрашивает, так отвечает. Ну вот, просто женщина мне написала, что продавать, и я ответила, ничего. А на ваше объявление действительно, говорю, объявление действительно, работа не подразумевает продажу продукции. Можно подробнее? Можно. Напишите номер, я вас наберу и все расскажу. Скидывает номер. Все. Что продавать? Ну, ничего. Как спросили, так и ответила. Так. И дальше, да, вот, значит, фейк. Далее, например, Евгений, ни здрасте, ни до свидания, суть работы. Зашла, мне его страничка не понравилась. Да, ну, там просто мне не понравились даже фотографии, какие-то мысли, я таким даже не отвечала. Или вот, например, здрасте, администратор требуется еще вам. Ну, зашла, тоже мне не понравилась. Я посмотрела, там, по-моему, у нее в списке групп, были какие-то там что-то, черная магия, колдовство, и я как бы, нет, я даже отвечать такой девушке не стала. Вот, то есть, ну, тут вы сами смотрите. Хотите вы тратить время на этих людей, можете просто на них поэкспериментировать, потренироваться в отработке возражений. Почему нет? Я вначале всем отвечала, то сейчас я уже сама выбираю, да, сразу уже вижу, стоит тратить время или нет. И смотрите, ребята, тоже еще очень важно, да, при работе на холодном рынке во Вконтакте, лимиты, да, существуют, если будете их нарушать, будет банк. Смотрите, максимальное количество заявок, друзья, в сутки 50 человек. Причем сразу подряд он дает не более 6 человек добавить. То есть добавляете 6, потом выскакивает пакча. Если она выскакивает много раз, это уже вы под прицелом. Да, поэтому добавили 6, отошли, через 10-15 минут подошли, снова добавили 6, отошли и так далее. В течение дня, в течение суток можно 50 заявок. Максимальное количество рассылок в сообщество 100 объявлений. Я всегда делаю поменьше. Да, то есть объявление больше рассылать, он в принципе больше не даст, но это вы тоже уже под прицелом. Максимальное сообщение не друзьям в сутки, 20 сообщений. То есть те, кто у вас не в друзьях находится, с одной страницы можно максимум 20 диалогов внести. Больше? Да. Максимальное количество отметок мне нравится, но это тем, кто работает лайками, да, в сутки не более 500. Ну, я лайками не работаю. То есть это тоже очень важно, кто работает. Ну и почему теплый рынок лучше? А теплый рынок лучше? Статистика на теплом рынке лучше, поэтому и сам теплый рынок лучше. Скажу так. Да, то есть, если на холодном вам нужно минимум 10 страниц, да, и вот огромное количество действий делать с каждой страницы, то на теплом это намного эффективнее. Плюс, да, люди вас знают и доверяют вам. Вот у меня из партнеров по холодному рынку мало, мало активных, мало активных единицы есть, да, остальные рано или поздно потом уходили, да, все равно теплый рынок это теплый, они вам в какой-то степени доверяют. К теплому рынку можно возвращаться много раз. Если к холодному вы, например, контакт, да, обратились, все, ну, дальше вы к этому человеку навряд ли обратитесь, потому что он вас может вообще даже в черный список добавить, ограничить доступ. А к теплому рынку вы можете возвращаться снова, снова и снова через определенное количество времени. Теплый рынок никогда не закончится, потому что пошли, да, куда-то на какое-то мероприятие, поэтому нужно, да, ходить, познакомились, поговорили с человеком, все, это уже ваш знакомый. Да, как говорят лидеры, да, мы не работаем с незнакомыми, мы работаем с, если человек не знакомый, мы знакомимся и предлагаем знакомому, да, возможно, вы помогаете знакомому изменить жизнь в лучшую сторону. Вот представьте, вы нашли клад, с кем вы хотите в первую очередь поделиться? Неужели с незнакомым человеком? Конечно, с близкими, с родными. У вас вот должно быть такое понимание, что вы, блин, нашли клад, вы с ним хотите поделиться, ну, а там уже сами принимают решение, хотят они этот клад брать или нет. Вот, ну, и напоследок, да, не жди максимум, если делаешь минимум. Не ждите роста своей команды, да, не ждите, не знаю, там, бомбического результата, если вы делаете минимум действий. Рекрутинг, он должен быть в системе и должно быть каждый день приглашение. Ориентир, да, всем мы даем ориентир, минимум одна регистрация в день. Для кого-то это нужно сделать 10 собеседований провести, кому-то это нужно 20 собеседований, кому-то 100 переписок, да, в зависимости от того, как вы работаете. У вас будет своя статистика. Но, если вы не делаете, да, или делаете совсем минимум, там, да, например, пяти человек написали во ВКонтакте, ну, о чем тут можно разговаривать? Вот, через 10 лет у вас, может быть, и будет первый результат. да, да, рекрутировать нужно правильно, и вы вообще все большие молодцы, что заходите на такие вебинары, да, задавайте вопросы, если есть, я отвечу. Если нет, то всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok